Дэнди 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 Достойный преемник диджер-страйка — летательный картридж производства японских товарищей. Традиционно в мире новой реальности различные технические средства пользуются огромной популярностью. Причина проста. В нормальной жизни, если по деревням полазить, как в игре Маугли, можно прямо во дворе, то уж на вертолете полетать, а тем более пострелять, никто вам не даст ни за что, ни за какие ковришки, ни за какие бананы, ни за какую жбачку. Потому так и рвутся поклонники видеоигр в бой на всяческих самолетах, танках или, как вот здесь, на геликоптерах, по-нашему, вертолетах. Аналогия с воришками в магазинах совершенно не проходит, ну, разве что, лифт по-английски «поднимать». «To lift» — «поднимать». Именно этим и занимается герой игры — отважный летчик, спасающий своих сотоварищей из лютого плена. На вооружении винтокрылого «Красавца» пушки, пулеметы и другие средства массового поражения. Но будьте внимательны, не заденьте кого-нибудь из своих. Желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Вертолетная Чоп Лифтер Производство фирмы Ocean Известная нам фирма Прежде всего, конечно, по игре Экко Дельфин Ну и другие игры, они тоже делали хорошие Это не исключение Все представьте меня под парами И Sega, и Dendy, и Super Nintendo Давайте теперь обратимся к приставке Dendy И посмотрим, что за игра Приключения в волшебном королевстве Судя по обложке на картридже Это нечто связанное с мультипликацией Потому что здесь замок Белоснежки Из знаменитого Диснейленда Я в Диснейленде был, этот замок видел Ну а те из вас, кто не был в Диснейленде Наверняка видели это по телевизору Или на заставке Уолл Диснея представляет Который очень часто у нас на экране мелькает Смотрим, включение в волшебном королевстве Путешествие по волшебному королевству На самом деле, на первый взгляд, это обычный пляж Меткабинет, бассейн, пункт проката принадлежности И киоск с мороженым Но это только на первый взгляд Это волшебный парк Диснейленд Но немножечко замаскированный под обычный развлекательный центр Наш герой в широкополой шляпе Отказавшись кататься на каруселях Направляется вот туда Он направляется в автомобильный гоночный центр И становится участником супергонки Старт, внимание, марш! Ну, что ж ты засиделся, дружок? Дави на педаль, там справа такая педаль Кейс называется акселератор По-нашему, газ Давай, 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 осторожно Не врежься, не врежься Их, что ж ты говорил же тебе На трамплин, на трамплин сворачивай Джамп, джамп Эх, ну эту штуку надо взять Это призовое очко Раз, молодец И вперед со страшной скоростью К новым приключениям Путешествия в волшебной стране Ну, с этой игрой все понятно Дэнди есть Дэнди 8 бит есть 8 бит Тут ничего не подпишешь Но это по-прежнему остается самой популярной приставкой Среди нашего детского и даже не детского народонаселения Дешево, а сердито Тем более, учитывая то, что не так давно была распродажа В фирме Дэнди И эта приставка стоила гораздо меньше, чем она стоит обычно Наверное, сегодня приставок Junior и Classic прибавилось у вас в домах Ну и слава богу Переходим к формату Sega Sega Mega Drive Sega Mega Drive 2 и Игра Cosmic Space Head Космическая башка Так можно перейти на звание этой игры Это очень смешная бродилка Причем, хочу сказать вам больше Если вы не знаете английского языка, но очень хотите его выучить То вам совершенно необходимо купить эту игрушку Потому что все подсказки, все диалоги на экране происходят именно на английском языке Без знания его вам будет трудно Нет, вы, конечно, можете ее пройти, но измучаетесь невероятно Поэтому возьмите словарик и сядьте И еще одна очень смешная вещь Посмотрите-ка на картридж Первый раз в нашей программе за всю историю ее существования Картридж вот такой формы Это непосредственно связано с тем, что игра называется «Космическая башка» Видите, картридж имеет форму головы Вот у меня такая в голове, нет? Ну, приблизительно такая Только сверху у меня круглая, а здесь такая плоская Посмотрим, чем отличается этот картридж внутри от обычных Производство фирмы Genesis Известная, снискавшая, невероятную славу фирма Не все, что происходит в космическом пространстве Связано со стрельбой и лазерными войнами Есть в бесконечном космосе место и подвигам другого рода Игра Cosmic Head относится именно к таким игрушкам Для умных и догадливых ребят Во-первых, без знания английского Хотя бы самого элементарного Вам придется туго Видите, все подсказки внизу экрана на чистом английском языке Например, используйте ключ телепортации Поговорите с тем-то и тем-то Ну, разве что вот этот уровень будет по силам любому игроку Хотя и тут есть у меня некоторые сомнения Вернемся к игре Во-вторых, это из тех самых бродилок Где скорость пальцев и реакция Не имеет почти никакого значения Почти Надо думать головой, прикидывать Что к чему не терять надежды на открытие Когда уже, казалось бы, все возможности исчерпаны В мир игры ее герой приходит, как и мы с вами Совершенно беззащитно, ну, правда не голым А в таком плащике и в кофточке Все, что ему положено в жизни найти, он должен найти или смастерить сам Он, это значит вы Намекну, что учитывая возможности 16-битного процессора И не имея на экране очень уж большого количества движущихся предметов Становится понятно, что вся электронная мощь приставки В данном случае направлена на смысловые То есть на сюжетные задачи А значит есть место фантазии и поиску Ну, а все остальное зависит от вас и от ваших родителей Если они сжалятся и переведут вам пару строчек с английского на русский Я прошу прощения за то, что я оговорился Конечно же, никакой не фирмы Genesis Такой фирмы нет, есть система Genesis, она американская Sega А производство фирмы Code Masters Эта фирма вообще очень часто специализируется на таких вот бродилках Там, где нужно думать головой Там, знаете, наверное, сидят такие умные очкарики И думают, как бы сделать так, чтобы наши ребята Не только тыкали кнопки, но еще и соображали Проявляли какую-то логику свою, сообразительность И делают вот такие игры Игра хорошая, красочная, веселая, музыка замечательная Космическая башка Не перепутать с башковитым космонавтом Теперь снова формат Super Nintendo, ныряем Супер Ниндендо Настоящее японское качество Технология, не имеющая аналогов Супер игра, в которой ты повелитель Будь хозяином новой реальности Уже сегодня в магазинах Дэнди во всей стране Совершенная игровая система Супер Ниндендо Очень много звонков и писем поступают к нам с просьбой Рассказать, как в игре Mortal Kombat 2 Делать вот те самые ужасающие, леденяющие кровь приемы Которых вы так все мечтаете Что-то интересно не понимаю Оторвать сопернику голову Выточить позвоночник Разрубить пополам Это называется Fatality Finish Him Там написано на экране А вот как Finish Him? Finish Him это прикончи его Мне лично, мне, вот мне лично, мне, вот мне Это не нравится И я это никогда не делаю Потому что мне достаточно просто поединка Ну а особо зверские ребята Ну не то, что зверские Просто которые хотят дойти игру до самого конца И испытать все возможности, которые в ней есть Они, естественно, хотят Finish Him И достичь Fatality Смотрим специальные удары в игре Mortal Kombat 2 Внимание, бабушку и дедушку просьба вывести из комнаты А знаете, все-таки в последний момент я решил, что в нашей программе Которую так любят не только дети, но и многие взрослые Не стоит показывать то, о чем я только что говорил Ведь тогда у мам и пап может сложиться впечатление, что игра Mortal Kombat воспитывает жестокость и насилие И в таком случае могут не купить своему чаду долгожданный картридж Мне это, конечно, все равно купят или нет Но вот мальчишке, мечтавшему целый год об этой игре, можно крепко насолить Поэтому давайте смотреть невинные, в кавычках, конечно, удары Мортала А до специальных изуверских упражнений типа Fatality Может быть вы дойдете сами А не дойдете, так и ничего страшного не произойдет Эта игрушка хороша и без капель крови на экране и вырванных позвоночников В наших прошлых программах мы, стараясь угодить вам, нашим зрителям Старались показывать, как делать те или иные сложные движения в игре А потом подумали, а что ж такое, ведь джойстик не имеет никаких секретных кнопок И у каждого один и тот же Значит, все зависит только от вашего желания научиться драться как следует Вот и сегодня мы не будем вам показывать комбинации кнопок До всего старайтесь дойти сами Субтитры сделал DimaTorzok Праздничная новость Фирма Дэнди продолжает сходить с ума Все вокруг дорожает, а они снижают цены на самое дорогое На приставке Super Nintendo, картриджи для Дэнди и другие товары Какие? Приходите в магазин, узнаете сами Дайте маме нашатырному спирту Бабушку и дедушку можно уже приводить Заходите, заходите, уже можно Уже закончилась фаталития, мы уже всех финиш И переходим к следующей игре в формате Super Nintendo Которая называется Yogi Bear Yogi Bear А тут мы еще раз сталкиваемся с маркетинговой политикой Производственных компаний и продовольственных фирм Помните, была игра Cool Spot, я о ней рассказывал Она была спонсирована, то есть создана на деньги Компании Seven Up Это такая газированная вода В баночках Что такое Yogi Bear? Yogi Bear это мишка по имени Йоги И появляется он очень часто, я сам лично много раз видел На всяком шоколаде, на йогуртах Кстати, его имя даже созвучно с йогуртом Йогурт, почти йогуртовая мишка И вот в этот раз, очевидно, фирма Которая владеет правами на этого медвежонка Yogi Поручила компании Empire Производителю компьютерных игр Создать игру про этого самого продовольственного мишку Посмотрим, как у них это получилось Yogi Bear Медвежонок-йоги Поговорим о йоге Нет, никакого отношения к популярной индийской гимнастике и философии Эта игрушка не имеет Не имеет она также никакого отношения к невеледям, слонам И прочему животному миру, населяющему нашу планету Герой этой игры не существует в реальной жизни Это чисто рекламная акция компаний, производящих молочные продукты и другие сладости Пользуясь обаянием и привлекательностью толстяка-йоги Дети не очень любят молочные продукты, а потому симпатяга в шапке словно уговаривает их отведать содержимого баночки Ну съешьте, съешьте кефирочку, как бы говорит он всем своим видом Что касается самой игры, то тут можно с уверенностью сказать Долго уговаривать пацанов поиграть не придется Великолепно красочные пейзажи, в которых упражняется йоги Веселая и, что самое главное, разнообразная музыка Толстая пузо медвежонка Все это безошибочно указывает на то, что игрушка станет бестселлером в ближайшие недели Если уже не стало То, что вы видели, лишь можно Малая часть всей игры В ней 20 уровней Около, внимание, около 200 экранов различных действий, на котором происходит действие И более 300 кадров мультипликации Представляете, как хорошо потрудилась фирма Empire По заказу неизвестной мне пока, но я, может быть, потом узнаю Продовольственной компании, выпускающей сладости и йогурты под эмблемой Йоги Бе Некоторые паузы давайте сделаем с игрушками И посмотрим, что нового происходит в полиграфии Вот, только что на ваших глазах упал совершенно свежий журнал Дэнди Новая Реальность Товары от Дэнди можно купить везде Но как отличить их от подделок? Только настоящие товары от Дэнди имеют гарантию 6 месяцев И фирменную наклейку или надпись Дэнди на коробке Но лучше всего сделать покупку в фирменных магазинах Дэнди Красная Пресня 34, Петровка 12, переход метро, театральная ГУМ Вот он О, и сразу открываем постер в середине журнала На котором изображен Лайон Кинг Это герой очень известного американского мультфильма Царь Лев, или Король Лев, кто как любит называть его Есть такая игра, и именно поэтому постер появился в журнале Дэнди Новая Реальность Этот журнал вы можете купить, он продается, номер у него 17 На обложке, правда, нарисован страшный рыбокоп Ну, ничего, вы рыбаков не боитесь, я тоже А бабушка с дедушкой, вы им журнал этот не показываете Что же там внутри? Боже ты мой, как всегда, хит-парады Рассказ о новых играх для Супер Нинтендо Для Дэнди, для Геймбоя Да-да-да, уже Геймбой стал нашей с вами реальностью Он уже у нас в мире новой реальности Как холодильник на вашей кухне Или подушка на вашей кровати Ты в школе, в дороге, на работе или отдыхе Тогда Геймбой! Карманный, со сменными картриджами, в которых сотни твоих любимых героев Геймбой никогда не надоест Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране Геймбой всегда с тобой И хит-парад восьмибитных игр возглавляет Darkwing Duck Господи, опять Darkwing Duck Посмотрим, есть ли в этом хит-параде игра, которую я сейчас хочу рассказать Называется она Super Mario 3 Смотрим, 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 смотрим Смотрим, смотрим Нет Здесь этого нет Вообще мне странно, довольно консервативный хит-парад Darkwing Duck Уже год, по-моему, находится в списке первых игр И так ничего с тех пор не менялось Неужели ничего не создано нового? Спросите вы Нет, создано И вот игра Mickey Mouse 4 Совершенно новая игрушка Но давай сейчас посмотрим Super Mario 3 Super Mario 3 Приставка Дэнди Рассказывать об игре Super Mario 3 можно очень долго и подробно Останавливаясь на каждом уровне, размусоливая каждый мир Расписывая в красках неисчерпаемые возможности усатого толстяка Можно было бы, если вы все прилетели с Луны И впервые видите на экране этого великолепного итальянца Но так как не все родом из космоса, а многие живут на Земле с рождения То мимо Марио никому из вас пройти было не суждено Ну а чем отличается Марио 1 от Марио с любой другой цифрой на конце? Это уж дело техники Старая, хорошо знакомая игра Но как вы видели, я только что обещал вам рассказать о новой игрушке для Дэнди Не так много их появляется сейчас в мире Кстати, скоро, очень скоро в фирму Дэнди придет огромный поезд Огромный такой состав с новыми, совершенно новыми 8-битными играми В магазинах Дэнди грандиозные распродажи Дэнди Юниор 99 тысяч Сега Мегадрайв 2 530 тысяч Фирменные гарантии 6 месяцев Большой выбор картриджей Фирменные магазины Дэнди Красной Прессе 34 Петровка 12, переход в метро, театральная, губ А сейчас Микки Маус 4, Сафари в Летерландии Летерландия это страна букв Почему она так называется, вы сейчас поймете Так же, как и вы, я вижу эту игру впервые в жизни И сразу меня поражает то, что Микки Маус, ее главный герой Совершенно свободно взбирается по явно ледяной поверхности в обычных кроссовках А может быть у нее там скрытые шипы? Задача его, как вы сами понимаете из названия игры Собрать буквы и составить из них какое-нибудь слово Я думаю, что особенно конкретного слова вы составить не сможете Попробуйте просто постараться подобрать буквы по порядку английского алфавита A, B, C, D, E, F, G, H, ну и так далее и тому подобное Полный алфавит английского народа вы можете увидеть в одноименном учебнике Таким вот образом, с крокодила на крокодила, с острова на остров Перебирается Микки Маус в своей волшебной стране Буквалянди Что его ждет впереди, не знаю Надеюсь, все это вам предстоит разузнать Вот такая Литтерландия и такое сафари проводит там Микки Маус Любимый наш мультипликационный персонаж С играми для Дэнди все Теперь новинка Новинка это геймбой Вы все уже замечательно знаете, что это такое Сзади у этой машинки Катридж Он очень легко вынимается и вставляется Умные японцы сообразили, что при включенном аппарате Вынуть катридж никак нельзя Сначала надо выключить его, а потом он свободно вынимается Так вот, что я хотел рассказать Геймбой уже у многих появился Многие только ждут в предвкушении дня рождения Что родители раскошелятся и купят им геймбой Который, кстати, поверьте моему опыту Стоит у нас в Москве гораздо дешевле, чем, скажем, он Стоил в Турции, где я покупал его для своего сына в свое время Поэтому прямой смысл его купить здесь, а не где-нибудь за границей Куда есть ваши родители или случайно попадаете вы Так вот, для геймбоя тоже очень много новых картриджей Вставленная сюда игра F1 Race Это не только замечательная гоночная автомобильная игра, но еще и великолепный набор Ведь к этому картриджу прилагается вот такая машинка Я не знаю, много ли у вас геймбоев в классе Но если у вас есть хотя бы два, лучше три, ну уж совсем хорошо четыре То вот без этой штуки вам просто не обойтись Это адаптер, позволяющий совмещать вместе в одно и то же время четыре геймбоя Вот здесь сбоку у геймбоя есть специальное гнездо Куда вставляется адаптер А вот с этой стороны адаптера тоже гнездышки Раз, два и три При помощи специальных соединительных проводов Которые тоже уже сейчас или очень скоро появятся в продаже Вы можете гоняться на Формуле 1 вчетвером Коля, Вася, Петя и... да, да, и Вова Геймбой всегда с тобой Время нашей программы подошло к концу К моему глубокому сожалению Но не унывайте Мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю, в субботу Ну а повтор нашей программы вы увидите в четверг Видите, у вас есть несколько возможностей повстречаться с нами в мире новой реальности Я сочувствую глубоко, сочувствую вам Потому что школьные каникулы закончились И вы снова отправляетесь в классы и лаборатории Не скучайтесь там Скоро встретимся Пока